Я в принципе стараюсь один год. Проезд через габаритные ворота, змейка, параллельная парковка, заезд в гараж задним ходом. Эти и другие задания выполняет участница республиканского конкурса «Автоледи». В муниципальном этапе принимают участие семь девушек с небольшим водительским стажем. Несмотря на то, что в поседневной жизни они сталкиваются с такими маневрами, ежедневно продемонстрировать на конкурсе свои навыки на время – испытание серьезное. Когда они первый раз начали кататься, пробовать, тренироваться, казалось сложно. А потом уже смотрю, стоят, трасса понятная, ничего сложного нет. Они же все это сдавали, когда получали права. Это было у них совсем недавно, поэтому все очень интересно. Испугалась очень, дочку говорила, она же мне помогла оформиться. У меня старший-то маленький, полгода. Самый сложный для вас, что было в этом конкурсе? Ну, конечно, фигуры все-таки. Мы, если даже ежедневно ездим куда-то по ровной дороге, а здесь виражи. Впервые «Автоледи» приняли участие в дополнительной номинации на лучшее оформление автомобилей. Леана Зардинова, как и другие девушки, подошла к испытанию творчески. Она разработала логотип конкурса, который символично обозначил его тематику и собственное мироощущение, открытость и готовность к новым испытаниям и знаниям. Поэтому и мой образ, и образ моей машины соответствуют открытости, белый цвет и крылья, которые распахнуты. Правая – это нежность, синяя – это решимость. Вот я решилась и пошла на этот женский конкурс, чтобы быть гордостью для своих детей. Следом за муниципальным в Чистополе прошел и зональный этап конкурса. Сюда съехались «Автоледи» из Алькеевского, Оксубайского, Алексеевского, Черемшанского и других районов республики. Все конкурсантки сдали экзамен на знания правил дорожного движения и продемонстрировали свое умение маневрировать на автоплощадке. По итогам зональных испытаний в тройку сильнейших вошли девушки из Нурладского, Алексеевского и Чистопольского районов. Они и будут представлять свои районы уже на республиканском этапе конкурса. Продолжение следует...